Ведь напомним, что эта империя проработила и оккупировала не только русский народ, который она победила в четырех гражданских войнах, Булавинском, Разинской, Пугачевской и Болотниковской, ну хотя бы в трех возьмем. В трех войнах, в которых были... Да, она была до. Но вот Булавинска была после. И, допустим, когда я в Арзамасе вижу поле, которое называется Разинское поле, и знаю, что на этом поле Борятинский посадил на кол 10 тысяч мужиков, представьте себе картину, то я не могу не считать это гражданской войной против народа. Таково это и было. Русский народ потерпел поражение в этой войне, стал крепостным, зависимой массой рабов, которые полностью, как хотели, владели господа. И это факт, с которым Россия имела место к началу 19 века. Другие народы, какие-то из народов, которых поработила империя, победила, имели собственные государственные устройства. Татары, они имели даже столицу, другие кочевые народы. Я не понимаю, почему надо отказывать башкирам или казахам в государственности. Белая Орда, как называли себя казахи, или башкирская Орда, это были государства просто и иного плана, с управлением, с налогообложением, с системой мобилизации. Это были просто кочевые государства. Не все государства являются стабильными и живут на одном месте, а сервом. Есть разные типы цивилизаций. И я уже не говорю про государство Кавказа или Закавказья. Северный Кавказ, Великая Кабарда, государство по размерам, между чем превосходящее современную Грузию. Оно было разгромлено в 19 веке в ходе Кавказской войны, Российской империи. А не самоликвидировалось, как это можно предположить. Хунзакское ханство на территории современного Дагестана, три государства с историей, насчитывающей не меньше, чем история Московского царства. А Азербайджан, перечисляю, Карабахское ханство, Бакинское ханство, Нахичеванское ханство, Эриванское ханство, находившееся на территории современной Армении, Ленкаранское ханство. Кто скажет, что это не имело значения? Да нет, знаете ли, эти правители не слип себе кровь барджигинов по линии Хулагу. То есть были потомками Чингисхана, принадлежали к золотой семье, так называемой. А для мира за пределами европейского это все имело огромное значение. Кровь Чингисхана была кровь великих правителей Евразии, которые создали единое политическое пространство, которые дали ЕСУ, законы этому пространству, которые дали налогообложения, торговые пути, систему мобилизации, систему законов, отчетов и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому представлять все это пространство на территории Советского Союза или Российской империи как дикое, варварское, невежественное, это по меньшей мере просто не понимать, с чем ты имеешь дело. Называть таджикский народ, считать их народом каким-то полуварваров, народ древнейшей цивилизации, которая была высокоразвитой тогда, когда на территории Московского царства еще белки прыгали по деревьям, понимаете. Таджики уже создавали удивительные произведения культуры и искусства, и у них были государства. Да и к XIX веку, когда Российская империя пришла туда, Хивака, Канн, Самарканд – это высокоразвитые государства, современные достаточно, которые, может быть, уступали Российской империи в системе организации армии, но во всем остальном они имели систему законов, между прочим, восходящей к VI веку, и которые непрерывно воспроизводились. Я имею в виду такие связи шариатских законов с традиционными законами жизни тюркских народов. И вполне, знаете, называть их варварами, то же самое, как называть варварами, честно говоря, некоторые государства Италии к этому времени были гораздо более варварскими, чем государства Средней Азии, прямо скажем, по многим параметрам. По крайней мере, Римскую Папскую Республику, Папскую область трудно было считать высокоразвитым государством. Поверьте, Бухарай и Кокант гораздо более были демократическими, свободными и законными государствами, чем Папская область. Однако мы же не предъявляем претензии Риму XIX века, который был упразднен графом Кавуром и Наполеоном III с разными там вариантами этих политических отношений. Таким образом, Российская империя действовала по одному принципу. Она завоевывала эти территории, включая элиту тех народов, которые имели аристократическую элиту, привязанную к земле или каким-то еще иным формам владения, в свою знать. Так в знать попали те народы, которые могли делегировать кого-либо. Кабардинские князья, аварские князья, которые, правда, были истреблены Шамелем в ходе Кавказской войны, потому что они были его врагами, главными врагами проекта Имамата. Хивинский, Каканский, Ханна Хичеванский командовал гвардейской конницей. Не какой-то там дикой дивизии абстрактной, а гвардейской конницей, которая покрыла себя славой в боях под Гуменбеном или в боях в Восточной Пруссии, понимаете, в 14-15 году. Гуменбененом, да. Там, значит, бароны шведские, шведские бароны, финские бароны, подобно Маннергейму или другим, тоже командовали целыми армиями и так далее. Элиту империя включала, а народа она не видела. И это ее и погубило. Она полагала, что аристократия, которая становится частью общеимперской аристократии, вполне будет справляться с задачами управления народом. Ленин говорил о двойном гнете. Местной знати и имперской знати. Это абсолютно точное было определение. И когда развитие капитализма стало приводить к появлению свободных экономических сил, которые начали инвестировать в национальное развитие своих народов, когда стала появляться национальная буржуазия, то империя просто не знала, что с этим делать. Она являлась военно-аристократической системой, которая фактически подавляла и как бы подминала под себя, колонизировала все это огромное парадокс. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok